Привет всем, дорогие друзья! Это канал 21.by. Меня зовут Александр Сериков, и я рад вас снова приветствовать, друзья! Сегодня у нас необычный выпуск, сегодня мы снимаем у меня дома, у меня в гостях. Все почему? Мы для вас приготовили обзор самых настоящих саундбар. Сразу хочется отметить, что саундбары это не панацея, это не замена полноценному звуку 5.1, потому что в кинотеатрах там прям 5.1 это стандарт для них, то есть 5 динамиков, 1 сабвуфер. И если слетит самолет, вы прям четко понимаете, что он такой вяу, летит над вами. Если взрыв, то он сзади, то есть вы четко это слышите. Здесь у нас, собственно, обычное стереозвучение пытается сымитировать вот эти вот штучки. Саундбар это вообще не про аудиофилов, ну то есть слушать на них музыку прям и кайфовать от каждого звучка, от каждой частоты, это тоже вообще не сюда. Давайте смотреть. Прямо сейчас наш самый бюджетный саундбар Samsung HV R430, заметьте, с внешним сабвуфером. Не хватает мне некого объема здесь. в звуке. Он довольно плоский. Это однозначно лучше, чем какая-нибудь Bluetooth-колонка. Сабвуфер слишком мощный дает басы. То есть он не дает низов, красивых. Нужен только для того, чтобы делать в самые неподходящие моменты. Музыку слушать на этом мне не понравилось. Верхние частоты высокие. Они очень дешевенькие такие вот. Зато панелька выглядит очень красиво. Правда, у вас, скорее всего, возникнут проблемы с расположением сабвуфера. Он довольно большой. И на него нужно выделить какое-то место на полу, чтобы это все как-то хоть более-менее серьезно звучало. Если у вас есть 250 долларов, вам нужен какой-то саундбар, но вы совершенно не шарите в звуке, то есть вам не нужны всякие вот эти вот эксклюзивные звучания. Это прям для вас тема, без проблем. Включил, подключил, как-то играет, ну и нормально. А теперь познавательная минутка от Серикова. Что с такой мощность? Банально, это громкость. Но стоит помнить о том, что, например, 300 ватт мощности у одного производителя и у второго, они не будут звучать одинаково. Кроме того, опять же, стоит помнить о том, что все саундбары рассчитаны на помещение около 30 квадратных метров. Поэтому, если у вас вдруг гостиная побольше и требования к звуку тоже повыше, возьмите вы нормальный себе домашний кинотеатр 5.1, тем более, что площадь у вас такая, где будет куда поставить эти 5 колонок. А здесь так, поставил в комнатку такой и кайфанул. Так, едем дальше. И у нас LG SL4. Динамика всего 2, и поэтому звук однозначно уже, чем у всех остальных моделей, которые мы с вами послушали. Как бы ты его не настраивал, как бы ты сурраунд не включал, звук все равно узкий. Cinema режим, это, видимо, тот самый режим, который имитирует у нас сурраунд. Ну, то есть окружение. Что я могу сказать? Громко. Ну, он реально довольно громкий. Но, к сожалению, громко не всегда значит хорошо. Это не про музыку однозначно. Увы, меня он разочаровал, конечно. Вот видите, друзья, не всегда дорого обозначает хорошо. Приверемся с вами на минутку и поговорим о декодерах. Дело в том, что звук, собственно, наш звук, зависит не только от механической части, собственно, всех саундбаров, вот от ЦАПов и АЦП, но и от возможностей нашей системы расшифровать закодированный звук. Минимум, это Dolby Digital, то есть АЦ3. Стандартный набор, который должен быть вообще везде, по сути, это Dolby Digital, АЦ3 и DTS. Интерфейсы для оценителей высокодетализированного звука, для тех людей, которые смотрят, в принципе, кино в Blu-ray, это, собственно, Dolby True HD и DTS HD. Поэтому, когда вы выбираете себе саундбар какой-то, то прям в фильтрах копаясь, не обязательно разбираться в каждом из декодеков, важно просто знать, что надо, чтобы было и это, и это, и тогда все будет хорошо. Значит, Sony. Ну, любят японцы высокие частоты. Сразу-то видно, это вот то, что мне не нравилось у них. Играть вроде комфортно, но мне не хватает того самого сурраунда, атмосферы. Так, по игре, по звуку. Слишком много высоких. Прям очень много. Сабвуфер не понимаю. Он вроде стоит, вроде моргает, но особого какого-то баса я от него не ощущаю. Это нужно все-таки слушать на музыке. Я был приятно удивлен, потому что я ожидал худшего результата. Басы, есть здесь басы, потому что вот сабвуфер он большой довольно, но там кроме самого буфера есть еще какой-то низкочастотный динамик. Прикольные у него какие-то верха. Нижняя серединка, правда, немножечко с надрывом. Оно в целом звучит это довольно достойно. Так что вот эквалайзер есть, нужно будет на нем лично для меня просто прибрать, собственно, верха. Итак, во всех саундбарах, которые мы сегодня тестим, блютуз точно есть, поэтому вы можете использовать его как блютуз-колонку, целый саундбар, кнопку нажали и довольны. Еще, если вы подключаете саундбар к телевизору через HDMI, то вы получаете несколько бонусов. Например, вы можете регулировать, управлять громкостью саундбара, используя обычный пульт от телевизора. То есть вам не надо теперь два пульта, у вас один есть и все, и с ним работаете. Вау! Это фантастика! Слушайте, очень хорошо звучит. Реально есть режим Surround. То, что справа, то справа, то что слева, то слева. То, что сзади, то сзади. Очень фирмово. Ни к чему здесь придираться вообще не надо. Это прям хорошо. Ну, это прям, это прям must have. Это прям звук. Не зря она называется JBL и Харман. Очень любопытно, что здесь голос идет прямо из центрального динамика, очевидно. Инструменты по боковым. И это прям разборчиво. То есть я каждый инструмент могу слышать отдельно. Но, признаться, в прослушивании музыки я немножко здесь разочарован. Для фильмов просмотра, там, игр компьютерных. Не знаю, чего угодно остального. Это прям, это прекрасно. Это здорово. Но это пока что лучшее из того, что мы слушали сегодня. Пока что. Сабвуфер здесь подключается, как и в большинстве саундбаров, которые мы тестировали. Он беспроводной. Это очень удобно. То есть вы его поставили где угодно, подключили в розетку и все. Меньше проводов надо тянуть. Я советую вам выбирать именно такие сабвуферы. А еще он очень интересный, потому что у него бас стоит направленный прямо вниз в пол. То есть его можно не только на пол ставить, но и, в принципе, на любую поверхность. И он будет резонировать, очень вкусно звучать. А давайте поставим режим муви. Вау. Ого. Класс. Ну, прям, типа, прям вообще. Очень я литературным языком рассказываю. Это очень погружает. Единственное, что необходимо сделать, это постараться сделать так, чтобы ваши уши и ваша голова были на одном уровне с этой панелью. Тогда будет прям очень круто, чтобы динамики были направлены прямо на вас. В моем случае она находится немножко ниже, но я как бы делаю на это скидку. Но все-таки отсутствие сабвуфера меня смущает, потому что будь сабвуфер, низкие частоты были бы более выразительными и более глубокими. Здесь все-таки баса мне не хватает. Чё, басы на месте вполне себе. Он басит там, где должен басить. Почему бы и нет? О, самый любопытный режим звука все-таки муви оказывается. Прям широкий такой сурраунд. Голос выделяется всегда. На всех режимах голоса больше всего. Это значит, что задрана серединка и высокая серединка. В целом, все саундбары, что мы сегодня послушали, это вообще не про прослушивание музыки. Вообще. Но из них, из всех, он звучит достойнее всего. Но себе бы я такой не взял. Расскажу почему. Будь у меня 500 долларов, которые я бы себе выделил именно на звук, я бы все-таки купил два студийных монитора, прям для звукосведения. Звуковую карту и подключил бы это все счастье в телевизор. И было бы прям муа. Вот прям муа. Ни один из этих саундбаров не сравнится со студийными мониторами. Две, вот пять дюймов было бы прям более чем достаточно. А восьмерки, если купить, то это, конечно, вообще... Уф. Телевизоры с каждым годом становятся все тоньше и тоньше. Следовательно, зная законы физики, нужно понимать, что звук у них становится, поэтому все хуже и хуже. Нас не обманешь. Какой бы маркетинговый трюк не использовали продавцы, звук все равно будет хуже. Поэтому эти саундбары, даже самые дешевые из них, это будет намного лучше, чем встроенный звук стандартный в телевизорах. Самое главное, что вам нужно понимать, это как их выбирать. Поэтому я бы рекомендовал выбирать либо по ширине телевизора, либо чуть уже. Потому что внешне они все довольно красиво и легко впишутся в интерьер. А некоторые из них можно даже прям повесить на стену. И это ну прям вообще кайф. Ну а если вам хочется прям очень классного, реально серьезного звука, то к вашим услугам звуковые проекторы. Там уже на самом деле и самолетики над головами, и взрывы под ногами. Только за все за это придется заплатить чеканной монетой. Ведьмаку заплатите чеканной монетой. Пишите в комментариях, вдруг вы захотите. А вы захотите. Чтобы мы оценили какой-нибудь звуковой проектор. Вот, и мы обязательно его оценим. С вами был Саш Сельков, канал 21-й век.by. Ставьте комментарии, пишите ваши лайки. До новых встреч в эфире. Пока. Не веришь? Пойдем покажу. Заходи, заходи, заходи. Вот, вот, вот. Студийные мониторы на правильных стойках. Вот так вот их включаешь, короче. На звуковой карте звука добавляешь. Вот сюда вот садишься. И знаешь, и понимаешь, что, в принципе, счастье есть. Ну, несмотря на вид из окна, конечно.